Церемония открытия детского Евровидения проходит в эти минуты в Минске. Яркое финальное шоу запланировано на ближайшее воскресенье, но уже сейчас Беларусь начинает жить грандиозным праздником. Его первые ноты услышала моя коллега. На прямую связь со студией выходит корреспондент СТВ. Приветствуем, Яну Шибко. Добрый день, Илона. Light up, что значит зажигай девиз Евровидения детского этого года. И что самое главное, прямо сейчас зажигать готовые уже участники и принимающая сторона. Мы в предвкушении церемонии открытия, которая вот-вот начнется в национальном выставочном центре БелЭкспо. Здесь уже собрались и делегации, и многочисленная пресса из разных стран. И прямо сейчас рядом со мной находится одна из участниц из Уэльса Маню. Маню, hello, we're so happy to have you here. Hello, it's very nice to be here as well, yes, thank you. И давайте поинтересуемся, что же она ожидает от участия в конкурсе. I'm excited to be here. What means for you this opportunity to participate in Eurovision Junior? Yes, I'm so excited and I'm privileged to be representing my country for the first time. And yeah, it's a beautiful place and I'm so happy that I'm here. Маню говорит, что для нее это огромная честь представлять свою страну здесь. И она очень рада принимать участие в Евровидении. Это место очень красивое, она уже в предвкушении. Have you seen something in Minsk? And what did you like most? I went shopping to one of the shopping malls. And I really like the fashion. It was very cool. And yeah, I just loved it. Ну и вот Маню также сообщила, что с Минском она уже успела немного познакомиться. Например, побывала в шопинг-центре и оценила модные белорусские новинки. What about your son? What is the bar? It's about how we as young people need to look after our world and to admire how beautiful it is. And to just look after us as much as we can for the future. Yes. It's about future. It's about how we need to care about the future of the other generation. И песня, Маню, также со смыслом о том, как мы должны заботиться о будущем и о наших грядущих поколениях. Давайте попросим спеть фрагмент этого произведения. Маню, can you introduce a song, a little bit of a song? Okay. More, sooo that's great. Thank you so much. Good luck and contest. Thank you. Спасибо большое. И нам удалось накануне только что пообщаться с бессменным практически супервайзером конкурса. Я предлагаю послушать, что же он рассказал. Мы очень рады вернуться снова в Минск с конкурсом. Организация очень хорошая. Это прекрасная возможность для молодых талантов показать свой потенциал. Что же я предлагаю посмотреть на эту атмосферу, которая сейчас в НВЦ Билэкспо. Смотрите, сколько много участников из разных стран. Такое многоголосие на разных языках мира, на разных языках Европы доносятся отовсюду. Все со своими флагами, готовы поддерживать своих участников. Вот-вот юные звездочки выйдут на красную ковровую дорожку. Кстати, сегодня состоится и жеребьевка. Например, кто-то желает выступить в середине. Даниэль Ястримский, который представляет Беларусь, сказал, что абсолютно неважно, под каким номером он выйдет на сцену, потому что дома и стены помогают, и большинство зрителей в зале во время финала будут белорусы. Сегодня, кстати, во время церемонии открытия организаторы готовят такое мэппинг-шоу, которое познакомит гостей конкурса с Беларусью благодаря сочетанию музыки, танцев, фольклорных каких-то композиций, лазерного шоу. Ну что же, мы в предвкушении и новыми подробностями о том, как прошла церемония открытия, поделимся уже в следующем эфире. Илона? Спасибо. Напомню, на прямой связи со студией с церемонии открытия детского Евровидения была Яна Шибко.